МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Может, и хотела бы Надежда Васильевна субботним утром поспать подольше, но нельзя. Труба зовёт. Точнее, протяжный гудок электрички. В половине шестого пенсионерка уже на ногах. В семь на московском вокзале. В очереди в кассу. Мне билетик нужен до 106-го километра по льготам. Это будет сколько стоить? Это будет 23,10. 23,10. В начале 80-х, когда создавались садоводческие массивы Пупышева, Пурово, Мшинское, проезд туда обходился примерно в одну соту и самой низкой зарплаты. Сейчас совсем другое соотношение. Правда, у самой Надежды Васильевны игота. Как пенсионерка она платит 10% от стоимости проезда. Скажите, а сколько взрослый стоит до 106-го? Да, до 106-го. Мне дочки надо. 231 рубль. О, ещё дороже. Мне сказали, 227, а уже 231. А школьный билет? В форме стоимость, да. В форме стоимость. 115 рублей 60 копеек. А, детский с 5 лет. Детский с 5 лет также. 115. 115 и 231. О, это вообще очень... В одну сторону, а ещё обратно съездить надо. И 4 выходных за месяц. Это сколько у меня будет? Вся зарплата дочки на учительницы. Жители области уже успели свыкнуться с неприятной новостью. В 2011 году тарифы на пригородные железнодорожные перевозки повысились на 57%. Петербургские дачники открыли сезон, а заодно новые цены на билеты. Тариф устанавливает субъект Федерации. То есть это полностью относится к его компетенции. Мы предоставляем согласно методике Федеральной службы по тарифам и сборам ФСТ те затраты, которые несёт компания при перевозке. И выдаём на рассмотрение профилирующего департамента либо комитета того или иного субъекта Федерации, с кем общаюсь, который имеет право, наделён правом, устанавливать тарифы. Северо-западная пригородная пассажирская компания – дитя реформирования ОАО РЖД. В 2006 году все грузовые, пригородные и дальние пассажирские перевозки были выделены в отдельные виды бизнеса. Причём все дочерние компании – именно перевозчики. Подвижной состав вместе с поездными бригадами они арендуют у РЖД. Заплату пользуются вокзалами, депо и прочей инфраструктурой. И если раньше электрички существовали за счёт высокодоходных грузоперевозок, теперь это невозможно. Карманы разные. К перекрёстному финансированию пришёл конец. Между тем, затраты на аренду составов и платформ гораздо выше прибыли от продажи билетов. Кто должен покрыть эту разницу? Компании решили – субъект Федерации, чьих граждан перевозят электрички. Петербург спорить не стал и выделил дотации. Область оказалась строптивой и заявила, что будет оплачивать только проезд иготников. Город Санкт-Петербург установил тарифы для того, чтобы они были подъёмными для большинства того слоя населения, которое пользуется. А мы прекрасно знаем, кто пользуется этим видом транспорта. Это и малообеспеченные слои, это и студенты, это и школьники, это и рабочая сила, которая едет к месту, где они прикладывают свои руки. А Ленинградская область установила тот тариф, который позволяет не выделять деньги из бюджета субъекта Федерации. Сейчас пассажиры за проезд одного километра по городу платят 1 рубль 60 копеек. За такое же расстояние по областным дорогам уже 2,36. Думаете, за такие деньги комфорта в электричках прибавилось? Ничуть не бывало. Всё те же старые вагоны, жёсткие сиденья, отсутствие туалетов, духота или сквозняк, если окна открыты. Правда, терпеливые пассажиры на такие мелочи внимания не обращают. Их цель – занять кусочек вожделенной скамейки. Нет, какие удобства, господи. Тут бы вот бежать и сесть. Вот и все удобства нам. Билеты дорожают, удобства меньше становятся, понимаете. Но если получалось всё это, ехали спокойно, вольготно. Всё хуже и хуже ехать, а билеты всё дороже и дороже. Вот парадокс. Три электрички с Ладожского вокзала и пять электричек с Московского. Вот я до Нази еду. Это как бы замгу уже. Всего вот восемь электричек. За целый день? За целый день, да. Это за целый день расписание. Впрочем, Ленинградская область вообще электричками не избалована. В прошлое выходное уезжали из Пупышева. С Волковстроя пришла электричка. В три часа дня. Это второго, третьего людям на работу. Второго числа. Шесть вагонов. Вместо нормальных восьми или девяти, которые ходили всё время. В праздник дали шесть вагонов. Но это не издевательство над людьми. Ну что, давка. Люди падали, пенсионерки там упали, по ним пробежались. Потому что вагон короткий, состав короткий. Все побежали в последний вагон. Вот так вот. Сейчас поступает довольно-таки мало жалоб. В основном, конечно, на то, что очень мало электропоездов проходит у нас. Мы учитываем по заполняемости электропоездов. Проводим мониторинги. Ну и обращаем внимание на жалобы пассажиров. График движения поездов по сравнению с предыдущим годом сократился на 3%. Как уверяют в компании-перевозчике, за счёт поездов, которые не пользуются большим спросом. Но зато расписание электричек составляется на основе заказов Петербурга и Ленинградской области. Так что транспорта должно хватать. Если что не так, перевозчик не виноват. Даже наоборот, готов идти навстречу аргументированным пожеланиям дачников. Мы проводим совещание в Комитете по транспорту вместе с пассажирскими компаниями. Это как и железнодорожные компании, так и автобусные перевозки. Мы говорим о наших проблемах, о наших нуждах, представляем материалы. И оперативно, хочу сказать спасибо большое Комитету по транспорту, там, где есть возможность, мы оказываем помощь. Мы пересматриваем логистику, пересматриваем движение электричек. Можно, конечно, пересмотреть логистику лично для себя. По возможности не ездить в час пик, пересесть с электрички на автобус. Или даже заставить родственников возить вас на дачу на автомобиле. Да вот беда, в Ленинградской области есть места, куда нет другой дороги, кроме железной. Есть проблемы, которые не в силах решить ни один городской чиновник. Такая проблема уже 20 лет мучает садоводов массива Пурова. Мешочки, сапоги резиновые. Ну, резиновые сапоги, которые будут переобуваться. Вот переобуешься, и документы в мешке. И рюкзак еще есть с продуктами. Потому что у нас нет магазинов, мы живем в лесу. Магазинов у нас нет. Продукты мы везем на себе. На 106-м километре Надежда Васильевна, наконец, выходит на свежий воздух. Впереди еще 4 километра пути, самых тяжелых. Когда 20 лет назад она получила здесь заветные 6 соток, верила. Пройдет год-два и сделают хорошую дорогу. Но годы шли, садоводы тоже. По-прежнему пешком. Пока приедем сюда, пока здесь по этой грязи идешь, да еще с этими, с вещами со всеми, по 12-го, язык на плечо. Место для расположения садоводств выбрано хорошее, экологически чистое. В лесу, на отшибе, красиво, все прекрасно. Но, когда выделяли это место, надо было побеспокоиться, чтобы здесь были подъездные дороги. Чтобы люди могли сюда что-то привезти. Не просто прийти, а привезти. Отдохнуть действительно, а не тащить на себе какие-то сумки, котомки, чтобы... Вон с рюкзаками. В Пурово можно попасть единственным путем. Через железнодорожный переезд на 95-м километре съезжаете с асфальта на грунтовку и пытаетесь добраться до станции 106-й километр. Если это удалось, сворачиваете направо. Еще 4 километра глины и торфяников и можете отдыхать. Это на пониженной, на полном приводе, на блокировке. Это деференциально. Там еще одно местечко, так как у ванна, а потом спокойно дышите. Можно расслабиться будет. Давай, родная, не слезай никуда. Вот-вот, вот это вот место еще. Как? Ощущение? Атриналин поднимается? Эта короткая дорога принадлежит Волховскому району Ленинградской области. Но поскольку ведет она к садоводческому массиву, где проводят лето тысячи горожан, областным властям как-то неинтересно вкладываться в дорожное строительство. Само собой, Петербург не может вложиться в строительство. Дорога принадлежит другому субъекту федерации. По сухой дороге, да, когда-то где-то обочинка, где-то колею можно было между колес спустить. Я согласен. Но после даже здесь мелкого, любого дождичка, у нас кончается проезд. Не бывает его. Это вот то, что мы еще сегодня проехали, ладно, это благодаря такой машине еще можно. И то это проблематично. То есть едешь и боишься, возможно, что мы и засядем. А если мы засели, то можно тут неделю простоять, пока найдешь технику, которая может тебя вызволить из этой грязи. Садоводы попытались улучшить дорогу самостоятельно. Уж очень ее отсутствие усложняет им жизнь. Скинулись, собрали пару миллионов рублей. Глина с аппетитом проглотила все привезенные камни и плиты. И потребовала еще. Но на добавку денег уже нет. Сил у людей нет тоже. Просто дорога недоделанная. У нас денег не хватает. Понимаете? А ведь доделать там остался пустяк. Нужна щебенка. 500 метров отсыпали щебенкой. Вот вы видели, наверное, хорошая дорога была. Щебенка. Так там и дорога. Понимаете? Сколько можно вот все? Ну, неужели в государстве не найдется такой клочок денег? Ведь в такие кругом деньги бросают туда-сюда. Чужим странам помогаем. Господи, да помогите вы нашим людям. В огромный садоводческий массив не может проехать ни скорая, ни пожарные. Магазинов нет, потому что продукты не завести. А вывозе мусора никто даже и не мечтает. Все ждали-ждали, когда нам дорогу обещали. Вот-вот, сделаем, сделаем, сделаем. Потом стали садоводы все разбежаться, разбегаться. Остались мы на хуторах. О, я все на себе так сказала. Фундамент, когда делали фундамент, арматуру на себе на коляске возила. И вот, строим 17 лет потихоньку. А бросать теперь уже жалко все. Что делать? Людей, ожидающих автобуса. У метро «Дебенко» технический прогресс вроде бы не обошел стороной. До их садоводства «Восход-1», до остановки «Первое кольцо», каждые полчаса идет 469-й автобус. Вполне комфортабельный и к тому же социальный. При стоимости проезда 106 рублей льготники платят 1060. С противоположной стороны проспекта отправляется коммерческий автобус, где льгот нет, а билет стоит 86 рублей. Маршрут почти тот же. Но на 3 километра длиннее, до второго кольца. Людмила Александровна, чья дача, как на грех, находится рядом со вторым кольцом, никак не может понять, почему такая несправедливость. У нас не ходит автобус, а езды 5 минут, 5 минут езды. И везут лес, и везут навоз, и что только они не везут. Эта дорога действует. А нам 5 минут доехать, пенсионерам, которым по 70-80 лет, и машин нет, и, как говорится, мы бедные, мы не можем проехать, идем пешком. Пассажир автотрансе о проблеме знают. Почти в каждом садоводстве есть свои 3 километра, которые приходится идти пешком от конечных остановок льготных автобусов. Сейчас маршрут номер 469 осуществляет перевозку только до садоводства «Восход-1», поскольку, к сожалению, между садоводством «Восход-1» и «Восход-2» существует проблема участок дороги. Там есть ямочность, и, к сожалению, перевозчик не может взять на себя ответственность и осуществлять перевозку по дороге несоответствующей требованиям безопасности. На Мурманском шоссе перед Разметелево с наступлением тепла неиссякающая пробка. Путь садоводов, и без того долгий, становится еще длиннее. И вот конечное. Садоводство «Восход-1» – первое кольцо. Большая очередь приходится стоять в автобусе. И в связи с тем, что пробки, ну, они везде есть, добираемся по полтора часа. Больше, полтора, где мы 12 минут должны были сидеть. Да, почти два. Да, почти два часа мы ехали. А приехав сюда, к восходу, я вот должна ждать гастарбайтера, который возьмет меня или не возьмет. За деньги довезет еще. А то еще идти три километра. В этот раз Людмила Александровна так и не дождалась машины, которая подкинула бы ее на второе кольцо. Она шагала по совсем, кстати, неплохому асфальту и вспоминала, как ей дали 6 соток в далеком 72-м. А тогда на перекладных добирались до Синявина по 6 часов. Просто тогда они верили, что скоро все образуется. Но до сих пор им приходится не жить, а бороться с трудностями. Им учительно долго двигаться по дороге, ведущей совсем не в светлое будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спокойно дышите. Можно расслабиться будет. Давай, родная, не слезай никуда. Вот-вот, вот это вот место еще. Как? Ощущение? Адреналин поднимается? Эта короткая дорога принадлежит Волховскому району Ленинградской области. Но поскольку ведет она к садоводческому массиву, где проводят лето тысячи горожан, областным властям как-то неинтересно вкладываться в дорожное строительство. Само собой, Петербург не может вложиться в строительство. Дорога принадлежит другому субъекту федерации. По сухой дороге, да, когда-то где-то обочинка, где-то колею можно было между колес спустить. Я согласен. Но после даже здесь мелкого, любого дождичка, у нас кончается проезд. Не бывает его. Это вот то, что мы еще сегодня проехали, ладно, это благодаря такой машине еще можно. И то это проблематично. То есть едешь и боишься, возможно, что мы и засядем. А если мы засели, то можно тут неделю простоять, пока найдешь технику, которая может тебя вызволить из этой грязи. Садоводы попытались улучшить дорогу самостоятельно. Уж очень ее отсутствие усложняет им жизнь. Скинулись, собрали пару миллионов рублей. Глина с аппетитом проглотила все привезенные камни и плиты. И потребовала еще. Но на добавку денег уже нет. Сил у людей нет тоже. Просто дорога недоделанная. У нас денег не хватает. Понимаете? А ведь доделать там остался пустяк. Нужна щебенка. 500 метров отсыпали щебенкой. Вот вы видели, наверное, хорошая дорога была. Щебенка. Так там и дорога. Понимаете? Сколько можно вот все... Ну, неужели в государстве не найдется такой клочок денег? Ведь в такие кругом деньги бросают туда-сюда. Чужим странам помогаем. Господи, да помогите вы нашим людям. Погромный садоводческий массив не может проехать ни скорая, ни пожарные. Магазинов нет, потому что продукты не завести. О вывозе мусора никто даже и не мечтает. Все ждали-ждали, когда нам дорогу обещали. Вот-вот, сделаем, сделаем, сделаем. Потом стали садоводы все разбежаться, разбегаться. Остались мы на хуторах. О, я все на себе таскала. Фундамент, когда делали фундамент, арматуру на себе на коляске возила. И вот строим. Семнадцать лет потихоньку. А бросать теперь уже жалко все. Что делать? Людей, ожидающих автобуса. У метро «Дыбенко» технический прогресс вроде бы не обошел стороной. До их садоводства «Восход-1» доскотехнический прогресс вроде бы не обошел стороной. До их садоводства «Восход-1» до остановки «Первое кольцо» каждые полчаса идет 469-й автобус. Вполне комфортабельный и к тому же социальный. При стоимости проезда 106 рублей льготники платят 1060. С противоположной стороны проспекта отправляется коммерческий автобус, где льгот нет, а билет стоит 86 рублей. Маршрут почти тот же, но на 3 километра длиннее, до второго кольца. Людмила Александровна, чья дача как на грех находится рядом со вторым кольцом, никак не может понять, почему такая несправедливость. У нас не ходит автобус, а езды 5 минут, 5 минут езды. И везут лес, и везут навоз, и что только они не везут, эта дорога действует. А нам 5 минут доехать, пенсионерам, которым по 70-80 лет, и машин нет, и, как говорится, мы бедные, мы не можем проехать, идем пешком. Пассажир автотрансе о проблеме знают. Почти в каждом садоводстве есть свои 3 километра, которые приходится идти пешком от конечных остановок льготных автобусов. Сейчас маршрут номер 469 осуществляет перевозку только до садоводства «Восход-1», поскольку, к сожалению, между садоводством «Восход-1» и «Восход-2» существует проблема участок дороги. Там есть ямочность, и, к сожалению, перевозчик не может взять на себя ответственность и осуществлять перевозку по дороге несоответствующей требованию безопасности. На Мурманском шоссе перед Разметелево с наступлением тепла неиссякающая пробка. Путь садоводов, и без того долгий, становится еще длиннее. И вот конечное – садоводство «Восход-1», первое кольцо. В большую очередь приходится стоять в автобусе. И в связи с тем, что пробки, ну, они везде есть, добираемся по полтора часа. Больше, больше. Больше, больше. В этот раз Людмила Александровна так и не дождалась машины, которая подкинула бы ее на второе кольцо. Она шагала по совсем, кстати, неплохому асфальту и вспоминала, как ей дали 6 соток в далеком 72-м. А тогда на перекладных добирались до Синявина по 6 часов. Просто тогда они верили, что скоро все образуется. Но до сих пор им приходится не жить, а бороться с трудностями. Им учительно долго двигаться по дороге, ведущей совсем не в светлое будущее. Все хуже и хуже ехать, а билеты все дороже и дороже. Вот парадокс. Три электрички с Ладожского вокзала и пять электричек с Московского. Вот я до Нази еду. Это как бы замгу уже. Всего вот восемь электричек. За целый день? За целый день, да. Это за целый день расписание. Впрочем, Ленинградская область вообще электричками не избалована. В прошлое выходное уезжали из Пупышева. С Волковстроя пришла электричка. В 3 часа дня. Это 2-го, 3-го людям на работу. 2-го числа. 6 вагонов. Вместо нормальных 8 или 9-ти, которые ходили все время. В праздник дали 6 вагонов. Но это не издевательство над людьми. Ну что, давка. Люди падали, пенсионерки там упали, по ним пробежались. Потому что вагон короткий, состав короткий, все побежали в последний вагон. Вот так вот. Сейчас поступает довольно-таки мало жалоб. В основном, конечно, на то, что очень мало электропоездов проходит у нас. Мы учитываем по заполняемости электропоездов, проводим мониторинги. Ну и обращаем внимание на жалобы пассажиров. График движения поездов по сравнению с предыдущим годом сократился на 3%. Как уверяют в компании-перевозчике, за счет поездов, которые не пользуются большим спросом. Но зато расписание электричек составляется на основе заказов Петербурга и Ленинградской области. Так что транспорта должно хватать. Если что не так, перевозчик не виноват. Даже наоборот, готов идти навстречу аргументированным пожеланиям дачников. Мы проводим совещание в комитете по транспорту вместе с пассажирскими компаниями. Это как и железнодорожные компании, так и автобусные перевозки. Мы говорим о наших проблемах, о наших нуждах, представляем материалы. И оперативно, вот хочу сказать спасибо большое комитету по транспорту, там, где есть возможность, мы оказываем помощь. Мы пересматриваем логистику, пересматриваем движение электричек. Можно, конечно, пересмотреть логистику лично для себя. По возможности не ездить в час пик, пересесть с электрички на автобус. Или даже заставить родственников возить вас на дачу на автомобиле. Да вот беда. В Ленинградской области есть места, куда нет другой дороги, кроме железной. Есть проблемы, которые не в силах решить ни один городской чиновник. Такая проблема уже 20 лет мучает садоводов массива Пурова. Мешочки, сапоги резиновые. Ну, резиновые сапоги, которые нужно будет переобуваться. Вот переобуешься, есть документы в мешке. И рюкзак еще есть с продуктами. Потому что у нас нет магазинов, мы живем в лесу. Магазинов у нас нет. Продукты мы им везем на себе. Технический прогресс вроде бы не обошел стороной. До их садоводства «Восход-1», до остановки «Первое кольцо», каждые полчаса идет 469-й автобус. Вполне комфортабельный и к тому же социальный. При стоимости проезда 106 рублей льготники платят 1060. С противоположной стороны проспекта отправляется коммерческий автобус, где льгот нет, а билет стоит 86 рублей. Маршрут почти тот же, но на 3 километра длиннее, до второго кольца. Людмила Александровна, чья дача, как на грех, находится рядом со вторым кольцом, никак не может понять, почему такая несправедливость. У нас не ходят автобусы, а езды 5 минут, 5 минут езды. И везут лес, и везут навоз, и что только они не везут. Эта дорога действует. А нам 5 минут доехать, пенсионерам, которым по 70-80 лет, и машин нет, и, как говорится, мы бедные, мы не можем проехать, идем пешком. Пассажир автотрансе о проблеме знают. Почти в каждом садоводстве есть свои 3 километра, которые приходится идти пешком от конечных остановок льготных автобусов. Сейчас маршрут номер 469 осуществляет перевозку только до садоводства Восход-1, поскольку, к сожалению, между садоводством Восход-1 и Восход-2 существует проблема участок дороги. Там есть ямочность, и, к сожалению, перевозчик не может взять на себя ответственность и осуществлять перевозку по дороге, не соответствующей требованиям безопасности. На Мурманском шоссе перед Разметелево с наступлением тепла неиссякающая пробка. Путь садоводов, и без того долгий, становится еще длиннее. И вот конечное. Садоводство Восход-1. Первое кольцо. Большая очередь приходится стоять в автобусе. И в связи с тем, что пробки, ну, они везде есть, добираемся по полтора часа. Больше полтора, где мы 12 минут должны были сесть. Да, почти два. Да, почти два часа мы ехали. Ну, а приехав сюда, к Восходу, я вот должна ждать гастарбайтера, который возьмет меня или не возьмет. За деньги довезет еще. А то еще идти три километра. В этот раз Людмила Александровна так и не дождалась машины, которая подкинула бы ее на второе кольцо. Она шагала по совсем, кстати, неплохому асфальту и вспоминала, как ей дали 6 соток в далеком 72-м. А тогда на перекладных добирались до Синявина по 6 часов. Просто тогда они верили, что скоро все образуется. Но до сих пор им приходится не жить, а бороться с трудностями. Им учительно долго двигаться по дороге, ведущей совсем не в светлое будущее.